Вся моя судьба, видимо, как-то складывалась так, что дорога вела в библиотеку. С детства я любила читать. Выросла я в простой советской семье. Родители оба работали, бабушки, дедушки работали. И сидеть со мной было некому. Чтобы я не скучала, чтобы никаких происшествий со мной не случилось, родители мне ставили пластинки с книгами. Я слушала сказки, прочитанные нашими прекрасными советскими актерами. Видимо, это дало какой-то в детстве мощный заряд на всю жизнь. Я окончила Малаховскую среднюю школу номер 52 и пришла впоследствии работать в Малаховскую же библиотеку, в которую с самого раннего детства меня водили родители. Библиотека привлекала в своей какой-то волшебной, неповторимой атмосфере. Стеллажи, много-много книг разных, интересных. В библиотеке уже для меня специально откладывали какие-то книги, потому что знали, что я приду, я обязательно возьму, я быстро прочитаю, быстро отдам. И чтение книг – это целый огромный мир. То есть, читая книгу, ты проживаешь какую-то новую жизнь, какой-то новый опыт для себя. Уже четвертый год я работаю в объединенных библиотеках городского округа, в Визесененке, руковожу этими библиотеками. В ряду с бумажными книгами мы развиваем и электронные книги. На мой взгляд, одно другому не мешает. Все-таки, несмотря на электронные, бумажная книга преобладает. Где-то, находясь на отдыхе, в какой-то уютной, комфортной обстановке, никакая электронная книга не заменит обычную бумажную, держание ее в руках, перелистывание страниц, запах краски. Как человек, читающий за поем, любящий читать, читающий постоянно, естественно, своего ребенка, свою дочь я с самого раннего детства приучала к чтению. Точно так же, как это было в моей семье, это чтение обязательно вслух, обязательно с выражением. Сейчас ей 24 года, и, мне кажется, ее личная библиотека, которая у нее в комнате, она уже практически подходит по размерам к нашей общей домашней библиотеке. За всю свою трудовую деятельность, это уже практически 25 лет работы, я всегда знала и всегда верила в наш город, в наши люберцы, что это на самом деле самое, наверное, лучшее место для работы. Многие говорят, что люберца от слова «любовь», и мне кажется, что это правда.